доброе утро сегодня мы уже четвертый день отдыхаем и нашли вот такую вот здесь смотровую площадку здесь открывается полностью вид на старый город и также на вот это вот пристань да действительно очень красиво и сейчас мы направляемся в супермаркет созополь находится он в принципе далековато от нашего отеля но ничего пора уже туда сходить посмотреть что там есть интересного может быть что-нибудь купить так что пойдемте вместе по ходу вот этого слева это поморье и черноморье правильно на карте поняли а вот это дальняя полоса вот дальняя это солнечные береги по его даже не видно поселили мы только ночью видим огни если мы не ошибаюсь длинный 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 берег это видимо солнечный берег солнечный вот это вот этого все было за солнечный берег если мы не ошибаемся если мы правильно поняли по карте ну и вот собственно этот супермаркет созополь находится он на улице республиканская такого красного цвета посмотрим что там есть правда мы забыли маски взять и может быть нас туда не пустят сейчас узнаем странно практически пустые полки видимо уже закрываются и что в общем даже супермаркеты это уже закрываются на этот сезон это очень странно дальше еще супермаркет из лидл огромный но туда конечно нужно уже на такси ехать он уже дальше находится а вот это супермаркет какой огромный выбор смотрите косметический отдел косметика пустили нас и без маски потому что людей тут почти нет поэтому смысл даже ее надевать ну да видимо работает только летом собственно до конца сентября работает и все и они все вывозят ничего не завозят но на печально конечно думали сейчас отоваримся здесь много всего интересного найдем но как видите почти пустые полки вот здесь тоже все с розой и гиалуроном такая вот серия наборчики о помнишь у тебя такое вот было мицеллярка my rose была хорошая кстати и по-моему еще был да и был да и вот такой вот был еще крем для рук у нас тоже хороший гель для умывания гель для душа какая-то серия виктория бьюти с улиткой виктория с улиткой очень много жилейки нашла мои любимые это видимо их производство всякие йогуртовые с начинками и они по олив 90 ну почти по 2 левом такие вот пальчики сколько здесь грамм 90 грамм и вот небольшие пачки может быть часть себе возьму 40 процента мармелад инжир сечение с инжиром а я помню мы когда-то брали в черногории да по моему брали попробую домой можно взять все с инжиром тоже так как он растет на каждом углу поэтому не неудивительно а это такое типа как я привезла до эсмеральда типа наша рашеновская интересно и методом на сладкий называется имбирные пряники тематические по 295 красивые такие на это можно сувенир кому-то привезти смотри какой кокосовая маршмеллоу сверху кокосовая стружка шоколадки немецкие большой выбор по 240 варенье мед что здесь еще конское мясо о боже ужас консервы да майонезы кетчупы и пасты томатные вот это отоварились желейки и печенье с инжиром неплохо неплохо тут оказывается дальше еще супермаркет один пойдем на него посмотрим вообще конечно по идее надо ехать блидл там работает он круглый год супермаркет болером давайте попробуем сюда зайти тут хотя бы полки все не пустые тут все работает уже хорошо и сразу же видела стенд про ли мои любимые немецкие конфеты кстати у нас есть вот эти у нас тоже есть эти все сколько не тут о лев 59 вообще шикарная цена представляешь и сколько тут лев 15 30 такое у нас есть бтб даже есть такие тоже есть такие вкусные банановые пингвины мыши и акулы много-много печенюшек там еще один стенд но уже хариба тролли и хариба круто и себе решила взять тролли 100 грамм здесь лев 59 колбасы там он все как надо тут все есть забит магазин да это видно тут который будет прорезать работа целый год наверное 229 и чё полет 75 это вот этот видишь а какой же 229 эти вот этот вот этот вот этот сделаем в алгарии классический а какой же ж это и здесь роза вот смотри роза давай возьмем тоже попробуем в турции тоже все взяла не сержером один остался ну да я хочу еще с клубника еще есть ассорти вот есть ассорти какой ассорти вот вот ассорти тут разные ладки а что здесь давай такой ассорти возьму один тоже насколько он лев 89 риску насколько за ассорти стоит 229 видимо они подожди вот ассорти а лев 89 отоварились тут конкретно насколько мы отоварили на 15-36 лет не а в том а в том а четыре сента на в общем-то на 20 лет левый товаре отоварились и мне тут еще неожиданно запретили снимать в общем тут очень злые оказались работники или же управляющий менеджер не знаю кто это самолет или что в общем-то снимать запрещено оказывается неподалеку здесь пляж harmanite собственно мы сюда пришли посмотреть большой такой пляж водоросли из-за этого запах здесь да здесь очень много водоросли прям такой насыщенный запах мы учуяли что здесь пляж рядом благодаря запаху ну волны еще пока сильные росли и насыщенный такой запах моря из-за этих водорослей пляж такой очень большой привет яичка привет а что вы ловите здесь рыбку что вы ловите воздушком дышим да да такой насыщенный запах ищенный потому что здесь водоросли да и А плавать уже можно, оказывается. Можно, можно. Люди купаются дальше, да. Но волна, конечно, сильнейшая. Подходишь к морю, и когда подходит волна, то сгубается, вернее, сбивает. Я сейчас, вон она идет такая, вон, мощь, мощь, мощь собирается возле берега. Ну, не знаю я. И вода, кстати, теплая, классная. Ой, и все, я вся мокрая. Класс. Взяла с собой электронную книжку. И выбрала, что буду читать. Решила выбрать детектив Кэролайн Дэнфорд «Смерть в семье». Хотела уже давно начать читать эти детективы. Это серия «Вишенка британского детектива». По-моему, так. Там еще выходят книжки Ти Кинси и Кэролайн Дэнфорд. И вот первая из них – это «Смерть в семье». Хочется такого какого-то легкого детектива с юмором британского. Так что давайте будем читать и наслаждаться чудесными видами и прекрасным воздухом. Лежаки и зонтики платные здесь по три лева. Каждый лежак и зонтик. Но мы взяли только себе лежак. Нам этого вполне достаточно. Зонтик нам уже не нужен, потому что в тенечке уже холодно. Поэтому лучше все-таки солнышко. Субтитры создавал DimaTorzok Пришли сегодня кушать в ресторан «Багама мама». «Fish and seafood». Тоже с видом на море. Первое блюдо, которое нам принесли – это салаты фирменные «Багама мама» с морепродуктами. Там кальмары, мидии, крабовые палочки, маслины, овощи и какой-то еще соус. Следующее блюдо – это снова барабулька, такая мелкая. Понравилась она маме, а решила опять ее заказать. А я себе заказала свиной стейк и картошечка с огурчиком и помидорчиком. Сытно покушали на 33 левом. Теперь снова идем на пляж. Там ждет наш лежак. Крепостная стена святого Николая Чудотворца. Ага. Давайте-ка посмотрим. Южная крепостная стена святого Николая Чудотворца. Крепостная стена. Вот так-то. Нетронутые кирпичики уже много-много лет. Веков. Веков даже, да. Пиш-энд-чипс с Озополи. Такие не нужны. Итак, комплексный обед. Грибной суп, шнитель, картошка и салат. Капусты. И рыбный супчик. А также рис со свининой. За Маниловкой еще там, на самом деле. Потому что 8 лев. И там суп, там блюдо полноценное. Второе, да. И десерт. И все это всего лишь за 8 лев. Но того нету, того нету. Много уже нету. Да. Завтра они уже закрываются. Поэтому многого нет, естественно, из списка. Ну, пришлось брать, что есть. Ну, и как бы, короче, оказалось так себе. Детерняя прогулочка по старому городу. Детерняя прогулка 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 по старому городу. Субтитры создавал DimaTorzok Какой-то банкет тут будет, что ли? Прикольно Что за корабель такой тут стоит? Огороженный Раскопали его, ареставрировали Ковчег Ноя, ты думаешь, может? Ну, какой-то... А ну, сейчас почитаем уже А что-то на руку у нас так и вот Что это такое, смотри Давайте посмотрим Что тут пишут А, вот всё Это рыбаская грибная лодка Тип аламана Да Ну, это 19 века Древняя плавательная лодка С 18... Вот таким образом она выглядела 18-19 века Ага Ну, такая-то древняя Лет 200-300 и... Ага Тропики, тропики, пальмы Добрые дошли Добрые дошли А если они добрые, то вот вам велосипед Ух ты Одно из немногих кафе, которое ещё работает Музыка здесь каждый вечер Под окнами у нас Людей практически уже нет в самом центре даже Всё уже закрыто Магазины закрыты, рестораны В общем, конец сезона активно чувствуется И полиция на страже порядка Так, Республика Ну, всё, Люлин, это где живём мы? Где мы живём, покажите Улица Люлин Так Сейчас Где что-то улица? Вито, что называется Вито, что Вот сверху старая часть Мы, получается, посредине Между новой и старой частью Всё, Люлин Ага Между новой и старой частью Между новой и старой частью